На одной из брестских котельных произошла внештатная ситуация – период поломки осень или зима. На решение проблемы надо время, но жители близлежащих домов не должны остаться без тепла. Такова легенда командно-штабных учений, которые состоялись сегодня в областном центре Брещины. Специалисты отрабатывали алгоритм действий при возникновении чрезвычайных происшествий на коммунальных сетях. В первую очередь подключали временный источник тепла. В городе над Богом эту задачу решает передвижная модульная котельная. Мы наблюдали развертывание транспортабельной аварийно-модульной котельной. Мощность данной котельной тепловая 1 мегаватт. В котельной установлены два водогрейных котла с жидкотопливными горелками. Работают данные котлы на диск топливе. Подключение к тепловой сети данной котельной в каждом случае индивидуально. В нашем случае у нас уже готовы врезки и запорная арматура для подключения гибких трубопроводов. В котельной предусмотрена двухконтурная тепловая схема. В первом контуре это непосредственно водогрейный котел и теплообменный аппарат. Залит антифриз. Данное решение позволяет нам круглогодично поддерживать в готовности эту котельную. И даже в мороз приехать, если где-то авария, и подключить ее к тепловой сети. Второй контур это уже непосредственно тепловая сеть. Там вода с тепловой сети. Также предусмотрена подпитка водопроводной водой. Такая котельная – резервный источник отопления при возникновении экстренных ситуаций. Та, что работает в городе Надбугом, выручала не раз и уже зарекомендовала себя как надежная опора системы обогрева областного центра. Всего на Брещене две такие котельные. Конечно, лучше, чтобы они не пригодились, но, как принято говорить, на подстраховке точно не лишнее. Люди, которые работают с этой котельной, они уже, наверное, с закрытыми глазами знают, что делать, как делать. И в те сроки, которые им там установлены, они свою работу выполняют. И это они продемонстрировали позапрошлом году, когда у нас завод бытовой химии в одностороннем порядке отключил тепло. И мы топили 33-ю школу, 9-этажный дом, еще часть жилфонда, административные здания вот на этой котельной, которая за нашей спиной. Потом мы уже сделали газовую котельную и уже все работало дальше в штатном режиме. Плюс в прошлом году она нам помогала, когда мы на Адамковской, Брестское пиво, вот, ЦТП переделывали под нашу уже газовую котельную. К слову, процесс получения паспортов готовности к отопительному сезону в Бресте находится в самой активной фазе. На улице еще уверенный плюс, но осень пора непредсказуемая и лучшие ее капризы встречать во всеоружии. Готовность объектов к периоду подачи тепла будет обсуждаться на заседании горы с полкома ближе к концу сентября.